Братья и сестры, давайте приготовимся сейчас. Успокойте немножко свои сердца или свои души. Слава Господу, мы вместе. Я верю, что мы рады быть здесь. Я верю, что мы пришли с ожиданием, с верой. Я верю, что мы принесли что-то Господу сегодня. Потому что Он Царь Царей. Знаете, когда приходили к Царям, всегда приносили какой-то подарок. Знаете, даже нельзя было предстать перед Царем без дара. Я думаю, наш Царь настолько велик, настолько прекрасен. Что мы не должны, а мы хотим. Я не знаю, как вы, но я хочу. Я хочу славить моего Бога. Хочу прославить Его сегодня. Слава Тебе, Господь. Давайте свои сердца просто преклоним пред Ним сейчас. Давайте верой войдем в Его присутствие сейчас. Господь, мы славим Тебя. Мы пришли поклониться Тебе, Господь. Мы этот день посвящаем Тебе, Господь. И мы просто говорим, да будет Твоя воля на этом месте, Господь. Господь, твори то, что Ты хочешь, Боже. Ты знаешь намного лучше, в чем мы даже нуждаемся, Господь. Ты знаешь каждую жизнь. Ты знаешь каждое намерение, каждое сердце, каждое помышление, Господь. Поэтому мы не скрываем ничего от Тебя, Господь. Но, Господь, хотим прославить Тебя. Хотим приблизиться к Тебе, Боже. Насколько это возможно. Но Ты говоришь в Слове Своем, приблизьтесь ко мне, и я приближусь ко мне. Ты призываешь нас, Господь. Ты ждешь нас, Господь. Спасибо Тебе за это. Что Ты сделал путь для нас, Господь. Ты послал Сына Своего, Иисуса. Жертву за каждого из нас. Спасибо Тебе, драгоценная. Давайте славить Его за этот церковь сегодня. Давайте благодарить Его за Его благодать чудесную. За Его милость каждому к нам. Аминь. Аминь. Давайте петь Ему, танцевать. Аллилю. Аллилюя, Господь. Прославься на этом месте, Боже. Преди своей силой, приди своей славой, Господь. а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Аминь Добрый день, дорогие братья и сестры Добрый день, дорогие братья и сестры Вы рады сегодня быть здесь? Я думаю, что Господь очень рад вас сегодня здесь видеть Я хочу поделиться размышлениями сегодня Мне кажется, что то, о чем бы хотел я поделиться Я об этом вообще ничего не знаю Но если представите себе человека Которого спрашивают Ты умеешь пользоваться компьютером? Он говорит, ну да, я могу его включить мышкой, найти папочку И все? Он говорит, да, это все Ну так ты умеешь? Он говорит, да, я умею Но этот человек не знает, наверное, ничего про компьютер Абсолютно ничего Иногда так кажется, что вот Есть определенные темы, про которые Ну абсолютно ничего не знаешь Хочется просто задуматься и поразмышлять И, может быть, приоткрыть что-то Чтобы узнать, может быть, чуточку больше Чтобы процесс пошел дальше Итак, вопрос очень простой Кто мечтает познать Бога? Я думаю, что кто приходит сюда в церковь В присутствии Бога хочет узнать больше о Боге Приблизиться к Богу Найти с Ним контакт И самое удивительное то, что Бог желает того же самого И Он еще больше нас желает найти контакт с нами Контакт с каждым из нас И даже не просто с нами, но с теми людьми, которые там на улице И его совсем не знают Он открывает Себя нам Чтобы мы могли встретиться с Ним Чтобы мы могли узнать Его Чтобы мы могли призвать Его, общаться с Ним И Он по-разному открывает Себя Он на протяжении существования человечества Открывал Себя по-разному Например, Он был Бог Авраама, Исаака и Якова Он так себя открыл Он говорит, я Господь Он открыл себя как Господь Как Сущий, как Саваоф Мы знаем, что в последнее время Господь нам открыл себя Отец открыл нам Себя через Сына Своего Иисуса Христа И сегодня Господь открывает нам точно так же Себя Отец открывает нам Себя через Духа Святого Итак, Бог действует по-разному Он проявляет Себя по-разному Он проявляет разные качества Но есть одно качество Которое Он, не могу сказать, проявляет Он Его уравнял с этим качеством Он между собой и этим качеством поставил знак равенства Бог есть любовь Он поставил знак уравнения между собой и любовью Как напоминание, просто хочу сказать, что это любовь Агапы, с которой Он себя уравнял Все многократно, надеюсь, слышали, что любовь Агапы, она безусловная любовь Она совершенная, она абсолютная Она чистая, в ней нет ни капельки какой-то эгоизма Нам тяжело представить такую себе любовь Кто уразумел такую любовь? Ее Бог приглашает нас познать Но кто может сказать, что Он полностью познал ее? Мы читаем про любовь Бога в Писании В каждой, можно сказать, главе Писания Мы читаем про любовь Божью Но кажется, что мы про нее знаем так мало Как будто вообще ничего мы про нее не знаем Особенно, когда вы читаешь определенный стих в Писании Кажется, вообще ничего не понимаешь Ефесянам 3, 18-19 Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Могли уразуметь Уразуметь превосходящую разумение Дабы вам исполнится всею полнотой Божьей Но как уразуметь то, что превосходит мое разумение? Как можно понять то, что выше моего понимания? В английском переведено Знать то, что выше моего знания Другая часть этого же стиха Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви Могли постигнуться всеми святыми Что широта и долгота и глубина и высота Это можно сказать про любовь Она многогранна Она разнообразна Она необъятна Она непостигаема Она непонятна Она нелогична И это именно та самая любовь, которую Бог призывает нас познать Он призывает нас ее достигать И более того, наполняться этой любовью Любовь Божья так резко отличается от нашей любви Просто абсолютно две разные вещи Два разных понятия Вопрос такой Кто готов пожертвовать свою жизнью ради жизни ближнего своего? Кто готов пожертвовать свою жизнь ради жизни ближнего своего? Ну, тяжелый вопрос Тяжелый вопрос, да? Хорошо Ну, может быть Ну, может быть Кто-то смог бы ради того, кого очень сильно любят Тяжело А кто может пожертвовать своей жизнью ради того, кого он не знает? Точно так же говорит и Писание Апостол пишет в Послании Гриллинам Ибо едва ли кто умрет за праведника Разве за благодетеля может быть кто-то и решится умереть? Отдать свою жизнь другого человека Но Иисус Христос пошел на смерть Не за праведника Не за тем, кто был у Него так близкий и родственный А за грешников Римлян 5.6 Ибо Христос, когда мы были немощны В определенное время умер за нечестивых За нечестивых Он умер Он даже когда умирал И люди, которые распинали Его Причиняли Ему боль Он просил Отца о милости Отче, прости им, ибо не знают, что делают Вот это проявление Божьей любви Вот это Божья любовь, которая нелогична Поставьте себя на место Его Могли бы вы, когда вам делают больно Вот так вот возлюбить Какая должна быть любовь Которая наполняет человека, чтобы так поступить Она превыше человеческого разумения И интересно то, что Богу пришлось доказать Свою любовь нам Потому что человечество Не видит Божьей любви Человечество не может Можно так сказать Со дня падения Адама Человечество не видит Божьей любви Потому что смотрит на нее С точки своего собственного эгоизма Дай мне вот это Дай мне вот то Я хочу вот это Мне надо вот это Ой, надо закон исполнять Надо смиряться Надо послушание Ну где же здесь любовь-то? Но на самом деле Все, что создал Бог Абсолютно все, что создал Бог Начиная с Со вселенной С земли С того, что Он дал нам на этой земле Со создания самого человека С закона и с наказания Это все Божья любовь Нужно просто ее увидеть Нужно просто правильно ее видеть И сверх того Он доказывает нам свою любовь Потому что Он дает возможность Абсолютно каждому человеку Примириться с Ним Даром Абсолютно даром Примириться с Богом Абсолютно каждому Дать возможность Примириться с Ним Просто так Просто так Ни за что Только потому, что Он любит Римлянам 5.8 Но Бог свою любовь К нам доказывает Оказывается, нам нужно было Доказательство Его любви Тем, что Христос Умер за нас Когда мы были Еще грешниками Это Божья любовь Которая умирает За тех, кто в ней нуждается Интересно то, что Все можно сказать Что человек делает Конечно же По своему Если выбору делает Человек делает Можно сказать С какого-то уровня любви Например Выбирает себе Спутник из жизни Потому что Он любит Кого-то Выбирает себе Хобби Потому что Он любит Какую-то вещь Строит отношения Потому что Он любит Кого-то Ищет работу Потому что Ему Определенная профессия Нравится Но это происходит Из человеческой любви Это происходит Из эгоистичной любви Человека К самому себе А такая любовь Очень сильно Может вредить Она может вредить Как самому человеку Так же тем Кто окружает Этого человека Вот простой пример Насколько сильна И жертвенна Родительская любовь И родители могут Очень сильно Любить своего ребенка И поэтому Позволять ему Все Ну я люблю его Ну пускай Он делает Что хочет Ему весело Ему радостно И мне радостно Потому что Ему радостно Но если ребенок Никогда не слышал Таких слов Как Это тебе нельзя Или это тебе Вредно Или это тебе Будет плохо От этого Такой ребенок Вырастет С большой проблемой В своей жизни Большой проблемой Он не будет Отличать добро От зла И любовь Родительская Можно сказать Навредила ребенку И навредила Самим себе Потому что Они потом будут От этого же страдать Любовь Супругов Если она Основана На человеческой Любви Ну Сегодня Ты меня Не удовлетворяешь В финансовой Сфере Или мы с тобой Мало общаемся По плоти Ты не удовлетворяешь Или по душе Ты меня Не удовлетворяешь Ну Может быть Я тебя Уже Не так сильно Люблю Или же По дружбе Ну Ты не согласен Со мной Ну Значит Ты Мой Такой Хороший Друг Это все Человеческая Любовь Человеческая Любовь Которая Основана На каких-то Условиях И она Приносит Боль Она Приносит Боль Любовь Божья Посмотрите На две Разницы Насколько Любовь Божья Отличается От нашей Любви Человеческой Она Выше Нашего Разумения Она Превосходит Разумение Римляне 8 39 Ни Высота Ни Глубина Ни Какая Другая Тварь Не Не Может Отлучить Нас От Любви Божьей Во Христе Иисусе Господе Нашем Отлучить Отделить Переложить Какой-то Барьер Или Преграду Так Чтобы Не Было Доступ Чтобы Не Было Контакта Много Кто Пытается Отлучить Нас От Любви Божьей Отделить Нас От Любви Божьей Чтобы У нас Не Было К Ней Доступ Но Ничто Не Может Его Любовь Настолько Непонятна Но Она Велика Что Даже Когда Человек Отворачивается От Бога Отходит От Бога Перестает Верить Бога Уходит В этот мир Бог Продолжает Его Любить Он Может Не Любит Он Однозначно Не Любит Его Поступки Не Соглашается С Грехом Но Бог Продолжает Любить Человека Он Не Желает Написано Погибели Ни Одному Грешнику Он Не Желает Погибели Он Идет Поиском За Этим Человек Как За Потерянной Овцой Он Идет Его И Ищет Призывает Напоминает Он Желает Видеть Его Рядом С С С С Вы Знаете Что Божья Любовь Никогда Не Может Навредить Человеку Может быть Человеческая Интерпретация Божьей Любви Может Навредить Человеку Но Божья Любовь Никогда Не Может Навредить Человеку Когда От вас Кто-то Отворачивается Говорит Не Хочу С Тобой Общаться Но Может Кто-то Скажет Ну Ничего Страшно Я Тоже С Тобой Не Хочу Общаться Кто-то Может Подумать Ну Я Попробую Один Раз Наладить Контакт Второй Раз Наладить Контакт Ну Если Он Совсем Не Хочет И Мне Тоже Это Не Надо Но Божья Любовь Никогда Не Перестанет Призывать Грешника Будет Постоянно Призывать Грешника Постоянно Стучаться В Сердце Постоянно Обращаться Постоянно Искать Его Вот Это Божья Любовь Божья Любовь Она Не Будет Смотреть Со стороны И Говорит Ну Посмотрим Представляете Если Бог Сказал Ну Посмотрим Ты Хочешь Жить Так Ну Живи Посмотрим Что Будет В Конце Кто Будет Прав Он Преследует Человека Можно Сказать Он Гонится За Ним Ищет Его Хочет Его Спасти Хочет Его Вернуть Вот Это Любовь Бога Это Любовь Отца К Его Творению К Тому Кого Он Создал По Образу И Подобию Своему 1 Иоанна 4 9 10 Любовь Божья К Нам Открылась В том Что Бог Послал В Мир Единородного Сына Своего Чтобы Мы Получили Жизнь Через Него В Том Любовь Что Не Мы Возлюбили Бога Но Он Возлюбил Нас И Послал Сына Своего В Умилостивление За Грехи Наши Мы Видим Эту Любовь Божью С Самого Первого Дня Создания Человека Когда Бог Сказал От дерева Добра И зла Не кушай От него Потому что Умрешь Это была Божья Любовь Но Это Вредно Тебе Не кушай Но Выбор Твой Весь Закон Божий Это Добро Это Великое Добро Закон Добр Римляне 7.12 Это не мои слова Посему Закон Свят И Заповедь Свята И Правед И Добра Закон Хорош Он Несет Добро Для Человека Как-то Я слышал Что Свидетельство Такое Что Один Проповедник Рассказывал Как он Беседовал С кем-то И ему говорили В законе Написано Не убей Не убей Написано В законе Он говорит Нет Как же В законе Написано Не убей Не убей Нет Как Нет Написано Не убивай Это Не Хорошо Для Тебя Это Вредно Тебе Это Повредит Тебе И тому Кто Рядом С тобой Очень Очень Много Зависит От того Как ты Слышишь Этот Закон Как Преподносится Тебе Этот Закон Но Закон Добрый Закон Не хочет Тебе Навредить Закон Это Любовь Божья Отец Говорит Я Создал Тебя Для Вечной Жизни Я Очень Хочу Чтобы Ты Лично Ты Каждый Пришел Вечную Жизнь Я Сделал Все Что Я Мог Для Тебя Отец Говорит Я Сделал Все Что Я Мог Я Дал Тебе Жизнь Я Заплатил За Твои Грехи Я Дал Тебе Свободный Выбор Более Того Когда Твой Выбор Попал В Рабство Греха Я Дал Тебе Свободу От Этого Рабства Твой Выбор Действительно Теперь Свободен В Иисусе Христе От Всякой Зависимости Избери Жизнь Избери Жизнь Но Я Не Могу Тебя Заставить И Я Не Могу Тебя Заставить Бог Говорит Я Не Могу Тебя Заставить Избрать Жизнь Но Я Могу Предложить Тебе Лучшее Что-то Намного Лучшее Чем То Что Ты Можешь Иметь В этом мире Бог Говорит Я Буду Тебе Помогать Я Буду Тебя Вести Я Буду Тебя Направлять Я Буду Тебя исправлять Я Буду Тебе Подавать Руку Когда ты Упадешь Я Буду Тебя Поднимать Я Буду Стучаться В Твое Сердце Когда Ты Оно Закроется От Меня Вот Это Любовь Божья Вот Такая Любовь У Нашего Отца Да Бог Дал Дал Нам Свободу Бог Дал Нам Свободную Волю От всякого Греха От всякой Зависимости Но Очень Печально И Об этом Говорит Писание Очень Печально Галатам 5 13 Только бы Свобода Ваша Не Была Поводом К Угождению Плоти Но Любовью Служите Друг Друг Понимаете Человеческий Эгоизм К Великому Сожалению Хочет Употребить Себе В угоду Любовь Божьей Любовь Божьей 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 Благодать Он Хочет Зла Употребить Божьей Любовью Это Очень Печально Но Некоторые Говорят Я Хочу Вот Это Делать В этом Мире Я Потом Прошу Бога Прощения Он же Меня Простит Он же Меня Любит Таким образом Человек Взял Самое Драгоценное Что Есть Самое Драгоценное Что Есть На Этой Планете Это Божья Любовь И Таким Образом Человек Обращает Эту Любовь Себе же Во Зло Зло Употребил Любовью Употребил Во Зло Во Зло Самому Себе Сам Того Не Понимает Это Очень Опасно А Бог Все Равно Любит А Бог Все Равно Любит И Он Все Равно Хочет Спасения Этому Человеку И Он Все Равно Не Хочет Чтоб Человек Погиб И Он Все Равно Стучится В Его Сердце И Все Равно Гонится За Ним Все Равно Пытается Открыть Глаза Все Равно Пытается Вернуть Его Обратно К Жизнь Вот Такая Любовь Оно Превыше Нашего Разумения И Именно Такую Любовь Мы Узнаем Именно Такую Любовь Мы Познаем На Опыте Когда Нам Тяжело Точно Так же Когда Друг Мы Знаем Познается В Беде Точно Так же Мы Узнаем Любовь Божия Познаем Любовь Божия Когда Нам Тяжело Потому Что В Писании Мы Можем Прочитать Евреям 13 5 Мы Можем Прочитать Это Писание Ибо Сам Бог Сказал Не Оставлю Тебя И Не Покину Тебя Да Это Слово Божье Но Насколько Слово Божье Стало Вашим Насколько Вы Лично Уверен Что Бог Действительно Не Оставит Меня Не Покинет Меня Это Приобретается С Опытом Когда Очень Тяжело Можно Всегда Обратиться К Нему Принести К Нему Твою Боль Принести Твою Тревогу Потерю Какое То Страдание Или Нужду Но Вы Знаете Когда Кто-то Любит И Надеюсь Многие Испытали Любовь Своей Жизни Даже Может На Человеческом Уровне Проявляет К тебе Какую-то Заботу Проявляет Тебе Сострадание Помогает Тебе Хочется Вернуть Взаимно Хочется Вернуть Хочется Ответить Взаимностью Не Злоупотребить Этой Любовью Даже На Человеческом Уровне Но Хочется Ответить Точно Так Любовью И Господь Хочет Поделиться Этой Любовью Господь Хочет Чтобы Мы Имели Его Любовь Вот Такую Непонятную Вот Такую Нелогичную Которая Превыше Нашего Человеческого Разумения Чтобы Чтобы Нам Понести Эту Любовь Дальше Чтобы Могли Любить Его Этой Любовью И Могли Любить Тех Кто Вокруг Нас Этой Любовью Не Своей Эгоистичной Человеческой Но Его Любовью Жертвенной Безусловной Любовью Он Призывает 1 Коринфян 14 1 Все знают Это место Писано Достигайте Любви Может быть Приоткрылось Сегодня Еще Один Процент Может быть Одна Тысячная Процента Приоткрылась О том Что Такая Любовь Это Казах Это Как Капля В море В океане Но Я Надеюсь Что Вы Смогли Увидеть Может быть Как-то Бога По-новому Влюбиться В Него По-новому Будьте Благословен Ну что ж О любви Говорить Можно Бесконечно Тем более О Божьей Любви И я Очень Люблю Слушать Говорить И Жить Так И вот Я Слушала Эту Прекрасную Проговить О любви И Думала Ответьте Мне Можно ли Заставить Себя Любить Кто Может Насильно Заставить Себя Любить Можно Делать Все Нужно Любить И Страдать И При этом Никогда Не Получить Взаимности Как Сказал Наш Дорогой Брат Алекс Эгоистичная Любовь Твою Любовь Не Оценит Или Ты Покорись И Подчиняйся Мне Или Я Твою Любовь Не Приму К Сожалению Так Относятся И К Богу Как Говорит Наш Брат Хотят Покорить Себе Бога Не Признаем Твою Любовь Пока Ты Не Будешь Исполнять Наши Прихоти Такого Бога Который Имеет Свои Требования Мало Кто Хочет Но Бог Святой И Любовь Бога Очень Свят Поэтому Если Мы Хотим Иметь Эту Любовь Мы Должны Приходить К Святости Он сделал Все Это Правда Он сделал Все Вы Только Можете Ее Брать И Пользоваться Сделано Все Так Почему Столько Погибающих Так Почему Верующие Не Принимают Эту Любовь Не Такую Любовь Ожидают Хотят Использовать Благодать Любовь Хотят Использовать Вот Мои Прихоти И Любовь Тогда Любовь Бога Она Не Подчиняется Она Не Идет На Компромисс Она Не Может Покрывать Прихоти Она Только Заплатила За Грех А Ты Уж Пожалуйста Выходи Из Греха Живи Свято Живи Праведно Любовь Она И Обличает Любовь Она Наказывает Она Отдала Жизнь Но Она И Наказывает Для Твоего Жи Блага А Такого Бога Никто Не Хочет Он Жен Наказывает Так Это И Любовь Разве Павел Не Им Любви Я Думаю Он Был Исполнен Любовью Правда Согласитесь Со Разве Он Не Отдал Свою Жизнь Да Ты Не Сможешь Служить Богу Если Ты Не Отдал Свою Жизнь А За Что Ты Отдал Жизнь Лучше Вот Вот Эти Грешники Спасались Вот Можно Сказать Недостойные Люди Спасались Мы Спасались И Сегодня Никто Не Сможет Служить Богу Если Не Отдать Свою Жизнь Чтобы Церковь Стояла Надо Отдать Свою Жизнь Не Жить Для Себя А Иначе Что Это Иначе Это Не Церковь Иисус Сказал Если Не Умрешь Не Принесешь Плода Если Хочешь Принести Плод Приходится И Умереть И Это Есть Любовь Но Этот Самый Павел Полный Любви Отдавший Свою Жизнь Как Он Говорит Уже Я Умираю Постоянно Каждый Раз Умираю Не Живу Для Себя Однако Увидев В Церкви Грех Вредал Плод Сатане То Есть Болезни Для Чего Для Того Чтобы Душа Спаслась Это Любовь Или Не Любовь Любовь Ну Как же Человек Теперь Болеет Страдает Может От Этой Болезни Даже Умрет Но Зато Душа Спасется Что Важнее Для Бога И Это Тоже Любовь И Такую Любовь Мы Тоже Должны Принять Потому Что Любовь Бога Трудно Познать Она Нашим Разумом Не Признается Только Внутренним Человеком Можно Понимать Любовь Бога Поэтому Покоритесь Его Любви Если Если Не Покоримся Его Любви Мы Иметь Не Будем Не Покоряйте Себе Любовь Бога Покоритесь Любви Я Вас На Это Благословляю Спасибо Алек За Проповедь Я Надеюсь Что Будем Говорить О Любви Всегда И Она Будет Нам Больше Открываться Но Давайте Творить Любовь Творить А не только О ней Говорить Будьте Благословенны И Сейчас Давайте Помолимся Но Прежде Чем Помолимся Я Хочу Вас Поблагодарить Тех Которые Поучаствовали Вчера В таком Великолепном Служении Я Знаю Как Бог Был Доволен Потому Что Мы Пришли Только Поклоняться И Прославлять Его И Он Просто Взял И Пришел И Был На Нас И Был С Нами Был Среди Нас И Мы Так Радовались В Нем Это Было Великолепно Не Пропускайте Такие Служения Мне Очень Жаль Тех Которые Как Посчитали Что Что Другое Ценнее Или Важнее Конечно Кто Там Мог И Не Прийти По Причинам Более Веским Да Благословит Вас Господь Церковь Спасибо Давайте Помолимся Наш Драгоценный Господь Мы Приходим К Тебе Снова И Снова И Весь Этот День Это Твой День Поэтому Мы Святим Его Поэтому Мы Здесь Сейчас И Ты Знаешь Господь Каждый Сейчас На Каждом Уровне Любит Тебя Как Понимает Любовь Как Ему Открылась Но Мы Здесь Потому что Любим Тебя Это Хочется Достигать Совершенства В Этой Любви Так Хочется Господь Любить И Быть Любим Аминь Великий Боже Особенно Тебе Потому что Ты Любишь Примета Поклонения Аминь И Сейчас Давайте Принесем Наши Пожертвования Десятины Это Тоже Любовь Вы Знаете Это Тоже Служение Любви Кто Как Любит Бога Так И Поступает Кто Любит Тоже Бог 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok